Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какую помощь оказывает участникам СВО волонтерское движение «Самбат»? Куда отправляют грузы самарские волонтеры? Кто может стать участником общественной организации? В нашей студии Виктор Романов, руководитель Самарской региональной общественной организации «Самбат», оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО. Виктор Владимирович, здравствуйте и спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Мне очень приятно находиться в вашей студии, тем более в такой хороший день. В такой хороший день и в такой хорошей компании. Ну и, собственно, я понимаю прекрасно, скажем так, всю меру вашей занятости, потому что объем работы, конечно, огромный, и дел вам приходится делать много. Но, знаете, в начале беседы, а что такое сегодня «Самбат»? Сегодня это большая волонтерская структура патриотов, которая помогает на безвозмездной основе огромному количеству наших солдат на фронте. И без нашей поддержки, у нас уже есть определенные результаты нашей работы, без нашей поддержки там очень тяжело. Почему? Потому что я не хочу сказать, что Министерство обороны там что-то плохо делает или как-то неправильно делает. Нет. Просто мы, как тонкие психологи, находим какие-то проблемные места и пытаемся помочь в этих проблемных делах нашим ребятам, чтобы им было проще выполнять боевые задачи. А зачастую сейчас и легче, потому что мы сейчас уже не только, скажем так, консервы везем на фронт, но мы сейчас и... У нас есть активные, скажем так, ячейки или группы. Я даже не могу как парадонизировать слово подобрать, но есть хорошие идейные люди, которые делают у нас специальное оборудование, которое позволяет нашим ребятам выживать. Это системы рэпа, это системы определения дронов, это много-много вот таких вот вещей, которые... Мы раньше покупали, грубо говоря, из Китая это все оборудование и отвозили, не понимая вообще специфики, не понимая, как гражданские люди, как это все работает. А сейчас мы это уже за два года, мы это все полностью изучили. Мы разобрали китайские устройства, переделываем теперь полностью все на наш лад, так, как надо нам и нашим ребятам. И уже мы на протяжении года возим вот такое интересное... Ну, наше оборудование РЭП, борьбы с дронами. Да, скажу так, что у нас не хватает, как бы, да, финансовой поддержки, чтобы это в больших масштабах возить ребятам. Но то, что мы сейчас, получается, собираем и отвозим, это очень сильно им помогает, огромные подспорья. То есть мы помогаем ребятам оборудовать транспорт от камикадзе, дронов, делаем окопный РЭП. И, помимо всего прочего, совместными усилиями наших граждан был организован учебный класс, большой учебный класс БПЛА на территории ДНР. И он сейчас функционирует, там принимают участие в обучении уже наши обученные инструктора. Я, наверное, подразделения не буду называть, но все самарские подразделения присутствуют там. То есть это и регулярные подразделения-контрактники, и мобилизованные наши ребята, которые сейчас в составе определенных подразделений. То есть проходит обучение, сейчас большое количество ребят получают специальность БПЛА, оператора БПЛА до 30 килограмм. Потом они уходят у нас на экзамены, ну, в одной из определенных структур, которые у нас уже отработаны. Это на территории Самарской области или там? Нет, это все на территории СВО. Там они сдают экзамены, встают на обеспечение и выполняют боевые задачи в дальнейшем. Это все делается руками волонтеров, таких как мы. То есть это совместный такой был проект. Он был очень тяжелый, мы очень долго пытались найти понимание на фронте, чтобы нас услышали, скажем так. Все получилось, слава богу, все работает. Но опять же, да, мы упираемся в то, что нам не хватает поддержки. Ну, это как бы всегда необходимо. Война вообще такая штука, которая требует очень много ресурсов. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он как раз о вашей организации. Затем продолжим нашу беседу, и нашим зрителям будет во многом попроще. Да, конечно, хорошо. Их объединила трагедия в Макеевке. Тогда, в 30-ти градусный мороз, прямо на улице возле дома, житель Самары Виктор Романов вместе с друзьями начал собирать вещи для гуманитарного груза, чтобы отправить его в поддержку бойца. Желающих помогать оказалось так много, что решили оказывать помощь на постоянной основе. Встал вопрос о помещении. Мы обратились к Елене Владимировне Лапушкиной и буквально через короткий период времени нам это помещение предоставили. По адресу кабельная 45Б волонтеры объединения Самбат плетут маскировочные сети, делают походный душ, сухие борщи и костер в кармане. Сейчас у объединения пять пунктов по плетению сетей в Самаре и три по области. Некоторые женщины работают на дому. Требования к сетям высокие. На вооружение у волонтеров девять швейных машинок, оверлок и вышивальная машинка. Все они закуплены при поддержке администрации Самары. Активисты шьют бойцам нижнее белье для госпиталя на липучках, чтобы было удобно надевать. Вышивают шевроны. Начинаем изготовление шевронов с позывными, с эмблемами разными. То есть у ребят разные потребности. То есть есть, скажем так, шеврон и свой-чужой. Это шеврон, который будет необычный, его нельзя купить и одновременно его можно быстро снять. То есть когда идет подразделение в разведку, допустим, они должны себя понимать, что это свой-чужой. Не просто красная повязка, но они должны понимать, что это свой. Но одновременно соперник не должен понимать, что это свой. Чтобы бойцы могли соблюдать гигиену в любой ситуации, самарские волонтеры изготавливают сухой армейский душ. Готовый армейский душ выглядит вот так. Небольшой пакетик, который удобно положить с собой любому бойцу. Им можно помыться в походных условиях. То есть достаточно столовой ложки воды. Марат сейчас проходит реабилитацию после ранения, собирается вернуться в зону СВО. А перед этим пришел повидать организатора движения «Самбат» Виктора, с которым регулярно видится в зоне СВО, когда тот отвозит груз. Это очень нашу тему. Очень чувствуется. Здорово. Что мы нужны, что на нас глаза не закрывают, поддерживают. Это очень нашу тему. Даже когда Виктор приезжает, мы видим, что якобы дом бывает тепло и из дома привозит. Виктор Владимирович, а как Вы выбираете направление для работы? Потому что понятно, что это огромное поле деятельности, и все охватить-то невозможно, как бы не хотелось. Вы знаете, по-моему, время расставило сразу свои точки на «и». У нас был период мобилизации. Первый пулк у нас ушел 44-й. Помните, трагедия была в январе месяце. Это первое подразделение, которое я, можно сказать, курировал внегласно. Где я непосредственно, когда ребята находились в Рощинском, я ездил к ним постоянно. То есть знал их все проблемы, нехватки. И когда вот эта трагедия произошла, мы первонаперво подключились именно с конвоями гуманитарной помощи. На тот момент мы объединились со Звездой Элирой. Закупили спальные мешки, закупили обмундирование. Ну, на тот момент у нас не такой объем, конечно, финансовой поддержки был. Но все равно, что могли, мы максимально сделали. Отправили на тот момент 6 машин с грузами, которые сейчас, ну, на тот момент были необходимы. Потому что ребята остались без одежды, без формы, без ничего в буквальном смысле. И так получилось, что следом уходил у нас 43-й полк. Мы подключились с ним в поддержку. И я осознал, что я больше, ну, охватить-то не смогу. Просто или делать качественно, ну, меньшее пространство, да, или разрываться на три подразделения больших, где, ну, помощь будет вообще невидимая. И у нас так сложилось в Самаре, что энное количество волонтеров начало помогать вот нашему третьему подразделению, 45-му полку, который находился немножко в другом месте, куда мы сейчас ездим. То есть мы сейчас ЛНР, ДНР покрываем, пытаемся помогать там ребятам. А еще часть наших волонтеров самарских, она помогает уже Запорожье, Херсон, ну, в той стороне, Крым. Вот. То есть внегласно так получилось, что мы разделились. И наша поддержка вся точечная получается. То есть ее видно и чувствуют ребята, и вместе мы общаемся с волонтерами. То есть у нас есть свои чаты, где мы обсуждаем те или иные проблемы. Вот. Потому что зачастую возникает сейчас вопрос о ротации ребят, которые уходят в отпуск или едут с отпуска. То есть мы постоянно берем с собой бойцов, стараемся их оттуда забирать, отсюда увозить. То есть, ну, тут целая система логистики уже строится. За это время мы уже наработали очень много, большой потенциал в этом отношении. У нас большой, скажем так, парк транспорта, который ездит на фронт. То есть где-то мы знаем, что едет просто там, отец сына везет. То есть мы просим взять дополнительно ребят с собой. Ну, то есть работаем, информационно работаем, стараемся развивать именно то поле, где мы находимся. Виктор Владимирович, вот вопрос важнейший – это люди. А где вы находите людей, которые участвуют в вашей работе? Потому что это должны быть люди, ну, как бы и обладающие навыками определенными, и трудолюбивые, и порядочные, что немаловажно. Да, вы знаете, с самого начала нашей деятельности у нас так получилось, что к нам понятнуло очень большое количество людей. И вот уже прошло два года, это такой большой показатель в отношении… У нас есть сейчас помощники, которые изначально к нам пришли, и вот до сих пор они нам помогают и активно помогают. Притом это разновозрастные люди. То есть у нас есть пенсионеры, притом преклонного возраста люди, которые, ну, находятся, живут в области. Вот у нас, к примеру, Галина Петровна Крабкова, есть такая, это Дальняя Алексеевка у нас район. Вот, очень активная пенсионерка, женщина, очень активная. Это вообще просто я, глядя на нее, завидую. Мне 40 с небольшим, у нее гиперактивность в своей, там, пожилой возраст. И я очень признателен этому человеку, потому что она прожила больше лет, и больше опыта у нее огромный. Она общается там с людьми, собрала сообщество вокруг себя, ну, наш филиал сам отразвивает. Организовывает концерты. Такая молодец. Да, со сборами денег, которые потом передается также в фонд Самбат для покупки, там, оборудования и так далее. То есть ведется огромная работа. Также у меня в кинолей девчонки есть, которые помогают с первого дня. То есть Мария и Менеша, это девочки, у которых, да, у одной есть супруг, которая работает сейчас на фронте, да, на СВО находится. Вот. Но она изначально пришла к нам не из-за этого. То есть она пришла просто как патриот. И до сих пор вот все вместе мы двигаемся, решаем вопросы. У меня есть, скажем так, основной админский состав, да, это тоже все девочки у меня, вот, которые ведут чат, форум, сконтролируют свои направления. То есть у каждого есть своя веточка, которая, ну, за которую они отвечают, скажем так, да. То есть я один бы это все не обхватил. Структуру бы такую, ну, физически нет, не смог бы, не осилил. А так, получается, вся информация с фронта идет через меня, а здесь с работой с людьми, как бы, у меня справляются девчонки. Ну, конечно, я хотел сказать, что и мальчишки у меня тоже хорошие, вот. Парни, всем спасибо огромное, кто с нами двигается, вот, потому что даже элементарная, там, загрузка гуманитарной помощи, это, ну, такой... Тяжелый труд. Да, колоссально тяжелый труд, при том, он постоянно у нас происходит в ненормированное такое время, когда, ну, крайне удобно. Кто-то работает, кто-то, вот, какие-то семейные дела имеет, но все равно бросает все, приезжает, помогает. Это вот, огромное спасибо всем. А сколько у вас всего филиалов-то сейчас, вот, потому что вы сказали, вот там, в этом муниципальном районе, в этом, вот, сколько всего у вас центров-то получается сейчас? Вы знаете, мы немножко сейчас подсократились из-за последних событий, ужались, скажем так, потому что все-таки безопасность людей у нас на первой очереди, вот. Сейчас у нас есть филиал Тольятти, Дальний Алексеевка, Красноармейск, Кинель, Куротовка, ну, и в Самаре тут несколько точек. Ну, то есть, ну, Сызрани у нас раньше была, но логистически нам неудобно с Сызрани получать генитарную помощь, транспорта нету, вот. А тот транспорт, который у нас свой личный, мы уже просто, он и так у нас устает. Ну, да, его как бы ушатывается, это очень серьезно, это я прекрасно понимаю. Да, да, при том... То есть, такое количество рейсов, это... Нам никто ничем не помогает в этом отношении, понимаете? То есть, я пытался, конечно, обращаться, искать спонсоров хотя бы на топливо, чтобы как-то, ну, заправка была... Ну, ГСМ хотя бы. ГСМ, да, хотя бы что-то такое. Бензин, масло поменять. Совершенно верно. Ну, все за свой счет, все идем вот тащим, ну, куда деваться, вариантов нету, вариантов нету. Даже, я вам скажу, случай был, у нас машина ломалась в начале года, сильно ломалась, капиталка двигателя, ну, делали. На 300 тысяч ремонт обошелся. Мне с ребят из фронта звонили, говорю, Виктор, там у тебя сколько там, что ремонт, сколько денег надо собрать? То есть, до такой степени вот ребята ждут меня на той стороне, что они готовы были сами денег мне перевезти на запчасти, там, на ремонт, чтобы я быстрее к ним приехал. То есть, вот такие вот даже, ну, обратная связь такая, до такой степени вот прочная. То есть, мы нужны. Ну, это как бы уже возникает, такой очень, очень, очень тесная община возникает. Да, без этого никак. Потому что, знаете, у нас же изначально акцент стоял на личных посылках. То есть, гуманитарная помощь лично в руки. Это скрытый смысл посылки из дома. Ну, по сути, да. Потому что мы, когда принимаем посылки, видим, если место в коробочке какое-то есть свободное, мы туда ложим нашу гуманитарку. То есть, посылка личная, она идет бойцу лично в руки. Когда он ее открывает, он видит, у нас есть заведенную в порядок, то есть, есть опись личная, она лежит в посылке. То есть, боец видит, что ему из дома передали, а что вне описи, это вот это сам. Это дополнительный, так сказать, бонус. Да, это как раз вот эта волонтерская поддержка. То есть, зимнее время мы ложим носочки, там, балаклавы, шапочки, там, ну, такое вот, окопные свечи, если там место позволяет. То есть, ну, все то, что делают наши волонтеры своими руками. То есть, мы же делаем, делали очень много вообще в объеме, но из-за того, что, понимаете, постоянно сталкиваешься с финансовым голоданием. То есть, даже те же маскировочные сети, если делать, это надо купить Дель, найти сначала, выторговать ее, заказать заранее. Потому что вся Россия покупает в двух местах всего, в двух-трех местах есть вот эта вот основа для маскировочных сетей. Это надо ее найти, встать в очередь, две недели ждать. Вот. Потом материал. Мы используем, ну, определенный материал, который тоже надо закупить где-то. И это тоже, как бы, такие финансы, которые, ну, нам, как волонтерам, просто так взять неоткуда. Исходя из того, что у нас доходило до 16 пунктов плетения сетей, и мы делали 300 сеток в месяц. То есть, это колоссальный объем делался. Вот. Ну, из-за того, что у нас не хватает финансов, мы это все сократили. У нас сейчас в буквальном смысле 7-8, по-моему, пунктов сейчас плетения всего лишь на все. И, ну, возим уже, ну, грубо говоря, до 100 сеток в месяц. Это тоже огромный объем. Вот, кстати, вы сказали, что посылки открываете, докладываете, проверяете. Я правильно понимаю, что это в том числе связано с вопросами безопасности? В первую очередь. В первую очередь. Нет, да. Когда это все организовывали, все вопросы по безопасности, в том числе и привоз специализированной собаки, которая выявляла бы наркотики, там, запрещенные вещи. То есть, вплоть до этого. То есть, об этом мы не афишируем, но после сбора посылок к нам приезжает специальная собака, она нюхает посылки, и мы уже, скажем так, со спокойной душой ездим. Потому что по пути исследования у нас же и блокпосты, и простые посты. То есть, очень много еще таких преград, которые нам преодолевать приходится. А если, не дай бог, у нас кто-то подложит что-то. Вот об этом и речь. А как еще? Вот какие еще? Я понимаю, что все, наверное, рассказывать не нужно, но вот что еще делается для безопасности? Потому что важнейший вопрос – это и безопасность того, что вы отвозите, но и безопасность людей, которые работают. Ну да, ну, мы очень сильно ограничены. Мы выходим только из того, что, как бы, ну, как гражданские мы имеем. То есть, если мы, допустим, также где-то гуманитарку принимаем, мы, ну, скажем так, раньше у нас было все, кто-то мог в квартире принимать, кто-то в частный дом мог принимать. Мы это все запретили. То есть, у нас сейчас теперь коммерческая какая-нибудь территория, то есть, это магазин или какой-нибудь там бизнес-центр, то есть, где-то какое-то определенное место, где, да, люди принимают гуманитарную помощь под паспорт, под опись, вот. То есть, чтобы потом эта гуманитарная помощь, если не дай бог что-то, мы могли найти конца. Чтобы конца, да. Да, да, да. То есть, мы сейчас эти правила все ужесточили, то есть, даже гуманитарную помощь в виде чая в пакетиках, кофе в пакетиках, мы это все отменили полностью. То есть, объявляем сбор финансовый и потом уже едем на оптовой базе, покупаем. Потому что вот события, которые были в Петербурге, они нас подвергли к тому, что... Не рисковать. Да. Лучше не отвезти, чем отвезти такое. Лучше не отвезти, чем отвезти вот то, что... Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим еще один сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Ну вот, Виктор и компания Самбат. Вот твой танк, именуемый Самбат-2. Вот. Ребята стараются, блин, сделать все как положено. И теперь у вас есть именной танк. Так что... Все хорошо. Еще раз огромное тебе спасибо. Вот так вот. Мы духом не падаем, все хорошо. А вот сетка, которую мы накрываем, накрыли танк. Все. И еще накроем танк. Поэтому, как говорится, Самбат рулит. И заодно просим всех поддержать их движение, так как он действительно доставляет посылки и доставляет гуманитарную помощь. Ребята очень благодарны за это, блин. Даже если бывает что-то тяжело. Так что, вот такой у вас теперь Самбати-танк. Здравия желаю. Мы работаем вот из этого замечательного орудия 155-го калибра. Теперь у нашей пушечки есть новое название. Самбат. Самбат. Виктор Владимирович, а прокомментируйте вот это видео. Что это было? Ну, то есть я с танком я понял, с пушкой. То есть что это такое вообще было? На самом деле, это, наверное, просто такой результат нашей доброй работы волонтерской. Это ролики нам прислали ребята с фронта. Кто-то был в отпуске недавно. А кому-то я приезжал туда, на место, где танк стоит. Я туда, скажем так, периодически приезжаю к ребятам. Это они от себя сделали вот такой нам комплимент, скажем так. Теперь мы имеем два танка. Самбат-1, Самбат-2. А у вас два танка. Два танка, да. И у нас теперь орудие 155-го калибра в арсенале Самбата. Вот так вот. Это больше, знаете как, это, наверное, больше посыл для наших волонтеров, для наших граждан, кто помогает. То, что вот, ребят. Вот практическое воплощение. Да. Вот самое настоящее практическое воплощение. Вот это один из итогов работы. А какие бы еще итоги работы вот вы за два года сделали? Вы знаете, мы организовали за два года на СВО два склада. Для того, чтобы наши ребята приезжали и гуманитарную помощь забирали со складов. Не чтобы волонтеры ехали на передовую, потому что участились на тот... Ну, год назад были случаи, когда волонтеры погибали. Реально погибали, на Запорожье погибали, ошибались дорогами, направлениями. Да, координаты не работают, GPS-а нету. То есть навигатор можешь завести куда угодно, а, скажем так, не все гражданские умеют картами пользоваться бумажными. Да это как бы в экстремальной ситуации-то даже и военный не всегда, наверное, может. Зачастую, да. Потому что это стресс. Зная вот эти моменты, мы организовали нашими командирами склады, где на складах находятся наши военные, ответственные ребята, которые получают гуманитарную помощь, распределяют гуманитарную помощь, в том числе личные посылки по соответствующим, ну, ротам, взводам и так далее. На тот момент, когда это все начиналось, ротация ребят была, ну, скажем так, 60-80 километров, то есть они спокойно могли приехать, забрать. Но со временем, из-за того, что была переброска войск, перегруппировка и так далее, ребята уехали далеко. Вот, одного склада они уехали далеко. Мы открыли рядышком второй. Открыли второй склад и продолжаем дальше так все вести. Но приглашали мы много волонтеров, если вдруг какие-то проблемы возникают, в зоне СВ уже не так просто можно переночевать волонтеру, потому что там тоже есть и свой-чужой. То есть там так довольно-таки все сложно. Вот, то есть это был остров, ну, изначально построены два острова, да, сейчас, в безопасности, где любой волонтер может приехать, если он сломался, оставить транспорт, отремонтировать, переночевать, там, переждать. Есть интернет везде, то есть дождаться связи с бойцами. То есть это все было построено именно с таким посылом. И дальше сейчас это все так же и продолжается. Мы, помимо всего прочего, сейчас делаем, вот я уже обусловил, это сказал уже об этом, делаем рэпы. То есть у нас есть самбат-рэп, мы его уже много передали в разные подразделения. Есть результаты, есть хорошие показатели. Ну, все-таки эта война, она на месте не стоит, она ежедневно вносит какие-то коррективы. И мы тоже на месте не сидим. Мы тоже учимся подстраиваться под эти корректировки. И вот сейчас мы сделали это окопный рэп. В ближайшее время он будет передан к ребятам, будет там опробован, будет обратная связь. Если будет все хорошо, с их стороны информация придет до нас, мы будем стараться запустить, ну, хотя бы какую-то маленькую серию. Но, опять же, упираемся в финансы. То есть на что мы способны, из этого будем исходить. Если, конечно, кто-то хочет помочь нам, мы рады будем помочь. Мы сделаем и везем в руки, отдаем. Вот если у человека есть желание помочь личным трудом, материально, куда можно обращаться? Потому что и то, и другое, я так понимаю, востребовано. И деньги нужны, и личный труд нужен. Все востребовано. Притом у нас очень сильно сейчас не хватает швей, честно. Вот швейный цех у нас простаивает, потому что не хватает людей. Кто бы помогал? Для пошива там, для раненых одежды, формы для бойцов. Ну, задача как бы это, при разговоре. У нас есть дежурный номер телефона, по которому можно в любое время позвонить. Это вот номер, который был во время ролика, да? Да, да, да. Еще раз напомните. 20-20-112. Он многоканальный, то есть там можно и на меня выйти, и на любого ответственного в том или ином направлении. Мы также сейчас помогаем ребятам. Много школ сейчас обращается с помощью открыть пункты плетения сетей. Мы тоже объясняем школам, что это финансово как бы дороговато. То есть это придется где-то искать финансы, чтобы это все работало. Но все равно люди хотят заинтересовывать детей, потому что дети сейчас имеют очень большой посыл. Потому что мы сейчас, помимо всего прочего, что мы делаем на фронте, у нас сейчас есть совместный проект. Он называется «Едем на Донбасс». У нас два музыканта, два Михаила, наши самарские ребята, на безвозмездной основе ездят по всем учебным заведениям Самары и дают концерты. А сам БАД вместе с ребятами выставляет музей СВО. То есть мы приезжаем, выставляем музей СВО. Это все, что, скажем так, получилось завести, привезти в Самару. Всякие трофеи, ну, израсходные материалы какие-то определенные. Детям очень интересно. И мы все даем попробовать, объясняем, как это все и откуда это. Плюс ко всему мы стараемся брать с собой бойцов. Кто в отпуске находится, кто-то на больничном. То есть мы боевого бойца стараемся с собой взять обязательно, чтобы он с ребятами мог пообщаться. Особенно круто получается, когда боятся медалями. Это детей вообще просто подстегивает феноменально. То есть, и, соответственно, у нас получается выставка-музей, концерт. Притом концерт, он больше литературный, патриотический. Всем рекомендую посмотреть в Ютубе информацию очень много, ВКонтакте. Все школы после таких концертов просто дети перерождаются. То есть у них появляется совсем другое восприятие того, что происходит на самом деле. То есть это без телевизора, это вживую. Почему? Потому что как и я езжу на фронт, так и ребят ездят на фронт. И мы рассказываем ребятам, школьникам, студентам, как там на самом деле. То есть мы без купюр, скажем так. Виктор Владимирович, к сожалению, я подскажу, это время программа подошла к концу, потому что беседовать с вами на самом деле очень можно долго. Но я уверен, что мы с вами видимся не последний раз, потому что вы делаете очень большое дело. Спасибо вам большое. И я приглашаю вас вновь в эту студию. Напоминаю, в нашей студии был Виктор Романов, руководитель Самарской региональной общественной организации «Самбат», оказывающий поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова